Я вас приветствую, дорогие мои! С вами Тамара Капибара и мы продолжаем проходить Resident Evil 4 Remake. Ну что, ребят, продолжаем. Мы всё там же на острове, только теперь нам компанию составляет Эшли. Это всё-таки поприятнее вдвоём находиться, чем одному ходить тут на этих натыкаться, которые бессмертные, но смертные. Ой, как они меня бесят, серьёзно, пацаны. С оригинала их не любила, так и сейчас они. Мне кажется, в оригинале мне как-то проще в них было попадать. А тут что-то, я не знаю, я как-то боюсь их, теряюсь. Он сразу на меня начинает прыгать, если я парочку у него отстрелю вот этих вот плага. Поэтому я боюсь. Так, ну что, торговец, подожди-ка, у меня хоть что? У меня что? Продать мне больше тебе нечего, да? Я всё напродавала в прошлой серии, да? Ага, так, подожди-ка. Так, ракетница. Если что, купим ракетницу, ребят. Я больше ни на что не буду тратиться. Да не смешно, слушай, нифига. Так, ребят, мы в прошлой серии выполнили задание вот поймать крысок. Это замечательно, это восхитительно. У нас осталось два задания. А это значит... О, это значит та локация, где меня постоянно убивали. Нет, это же... Ну, короче, кто знает, тот знает. Эта локация, жопа боль у меня. Из... Ещё оригинала. Сейчас начнётся, пацаны. Сейчас начнётся жарево. Сейчас начнётся полное там... Ну, короче, всё, сейчас начнётся. Так, поймать давай. Ах, любимая. Жалко, что не часто он её на ручке ловит. Было бы восхитительно, если бы часть это. Так. Смотрите, у него уже колготочки порвались, ребят, смотрите. Ну, конечно, в такой передряге побывала. Конечно, порвутся, ребят. Но это очень классно, что разработчики это проделали. Что они и грязные все, и какие-то вот, ну... А то обычно модельки идеальные бегают. Но к старым играм нет претензий. Я про новые. В старых-то не было возможности так всё проделывать. Так, что там, Эшли? Что там вздохнуло так? Так, погромче себе сделаю чуть-чуть. Так, тут ничего нету. Тут ничегошеньки нет. Так, подожди, там... Нет, ничего нет. Нету ни алмазов, ничего. Но нас тут ожидает боёвка, ребят, смотрите. Ожидает прям жестокая полная боёвка. Прям совсем. Прям ужас. Прям жесть. Прям всё плохо, пацаны. Красные бочки, красные бочки должны нам помочь. Обычно я их всегда игнорирую. Типа, красные бочки не для меня. Ты куда, Эшли? Леон! Смотри. Да я пока лутаюсь, милая. Как бы нам перебраться через стену? Ну, легко и просто с помощью вот этого вот шара. Но я лутаюсь сначала, мне пофигу, я лутаюсь. Я пока ничего такого делать не буду. Блин, Леон, как ты мог бросить лут и убежать к Эшли быстро? Она же не в опасности. Сначала первым делом это лут, а потом уже на всякие просьбы бабы отвлекаемся. Так. Так, ну ладно, хрен с ним, тогда будем ломать это, что делать-то? Я думала, он сейчас Эшли скажет. А, нет, Эшли сама, смотрите. Ну, Эшли даёт. Интересно, откуда у неё опыт этого? Серьёзно? Ой, Эшли, я думала, я буду ломать. Нет, ну это тут точно надо жениться. Всё может сама, молодец. Ой, восхитительная. Ребята, я не могу не восхищаться Эшли. Ой, тревога поднялась. Ага, всё понятно. Короче, они будут мешать Эшли. А я пока буду с ними разбираться. Защищайте Эшли, пока она там делает всякое. Ой-ой-ой. Подожди-ка, вот эта фигня, она сейчас мне мозги вынесет. До свидания. До свидания. До свидания. Погнали. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Погнали, блин. До свидания. Ой. Ой-ой-ой. Посильнее. Так я это... Мужики, умрите. Я слышу, там кто-то вышел. Мне показалось, что там этот вышел. Как его называют-то, блин. Минотавр, блин. Но нет. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пацаны, плохо. Да такое чувство, что реально Минотавр вышел. Ой, да вышел он, вышел. Я же говорю, он вышел. Я же говорю, сука, он вышел. Тварина. Так, подожди, тварина. Подожди, тварина. Подожди. Так, подожди-ка. Нет, вот это? Так, что мне для этой тварины взять? Так, ну-ка, ну-ка. Подожди, подожди, подожди. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, подожди, подожди. А, блин. А что у меня заряжено-то, блин? У меня ничего не заряжено, пацаны. Вот это вот самое отвратительное. Да когда ни хрена ничего не заряжено. Ну-ка. Вот так вот, по крайней мере. Да отойди от меня. Отойди от меня, сука, смолтон. Нет. Блин, я так и знала, что это он, пацаны. Вот я прям чуяла. Ну-ка. Сейчас подстрачник ему там. На тебе. Опа. Все. Умер. Ой. Нас взорвали. Пацаны, кто нас взорвал? Кто? Какая сука нас взорвала? Умри. Так. Где мужики? Так, мужики несутся. До свидания. Мужик, до свидания. Получите, подстрачник. Так, кто еще? Ха, вот так. Эшли там развлекается на полукатушку. Так, ну... Если, ребят, сейчас выключить видео и оставить только звуки... Это... Может быть, расценена по-другому фраза. Если вы понимаете, о чем я. Ну-ка. С ракетицей. До свидания. Это я удачно пришла. Опа. Ой, пла... Па-па-па-па. Говно полезло. Говно полезло. Пацаны, к нам полезло говно. Если к нам полезло говно... Это я не знаю, что делать. Это надо взять дробовик. Перезарядиться. И ожидать. Тихо, тихо, тихо. До свидания. Так, где еще? До свидания. Не хватило. Плохо. Перезаряди. Тихо, тихо. Ой, ой, ой. Да вы что творите-то? А вы что горите-то? А вы что, вы что, что, что? Ну-ка, подожди, подожди, подожди. Я так не согласна. Мужики. Мужики не согласны. Мужики. Ёб твою, мужики, подождите. Сейчас. Блин, да что такое-то? Подождите, мужики. Вы что творите-то? Вы что, гады, творите? Да ёб твою, уйди. Да, сука. Все, по крайней мере, так. Да. Кого-то прирезало. Да, давай. Ну. Да я уже в рукопашку пошла. Мне уже надоело просто. Ладно, это была плохая идея. Рукопашка была идея, говно. Да блин, подожди. Почему я стим вызываю постоянно? Блин, пацаны, я уже просто заколебалась с ними. Я уже не могу. Да. Блин, да сколько можно нас? Подожди-ка, еще у меня гранаты есть. Я хочу их нахрен уже взорвать. Упс. Да. Все, что ли? Вот эти хотя бы я убила, пацаны. Ой, нет, взять. А, блин. Жаричка, блин. Ну-ка, убри. Все. Все, что ли? Сломала. Молодец. Ну, какой ценой? Так, ты-то что, с огнями там что ли стоишь? Ты что, блин? Факир что ли, сраный? Ну, умри ты, блин. Что ты там? Ой, только ничего не вылезай, пожалуйста. Не расти себе ничего. Я прошу тебя, не надо растить. Так, мы можем позвать Эшли. Но пока не будем. Ребят, как я с ракетницей-то хорошо его, блин, сняла. Бочкой, блин. А представляете, если бы не увидела его, что он там лезет? Он, наверное, бы выстрелил, бы вышли. И все, это на раз. И все, и я лечу на чекпоинт. О, пацаны, все использовали, нафиг. Все использовали. Тут просто... Все потратили, все использовали. Все плохо. Все отвратительно. Так, ящики. Что есть? Трава. О, красная трава. Патрон для револьвера. Спасибо, спасибо, замечательно. Может быть, что-то еще в этих ящиках есть? А я что-то не заметила просто. Так, я патроны не заметила. Ребят, ну это мне каражится. Ну, и это полегче все равно, чем в оригинале. В оригинале на среднем не сложно. А вот на харде... По мне так сложнее, ребят, намного было. На харде было посложнее. Намного. На очень много. На харде я это даже не прошла. А тут, мне кажется, на харде, в принципе, тоже можно будет пройти. Ну, тут как-то более проходимее, что ли. А там у меня, ну, не получалось вообще. Ну, прям вообще. Ну, прям никак. Ну, прям не знаю. Так, ну-ка, что у меня тут? Где тут слепо осталось? Где слепо-то? Во. Вот слепо. Можно было слепой бороться. Со всякими лас-плагасами, но уже поздно, пацаны. Вылезай, моя красавица. А ты видел? Классно, правда ведь? Да, очень классно. У тебя талант. Леон, женись. Нахрен ада. Ребят, нахрен ада, если есть такая, как Эшли. Зачем? Зачем? Почему? Мужики западают на всякую фигню. Ну, и бабы, в принципе, тоже не отстают. Ребят, надо выбирать адекватных себе в пару. Опа, что это? Говорят, что по округе бродит мертвец. Не иначе результат очередного бесчеловечного эксперимента. Кто-нибудь, убейте беднягу и положите конец его мучениям. Устраните серьезную опасность. Инкубационная лаборатория. Подождите, инкубационная лаборатория, это же... Это же... Это же надо обратно возвращаться, не? Или я сейчас угораю? Или я прикалываюсь над вами? Мне кажется, это же обратно. К тем тварям надо возвращаться, нет? Ну-ка, ну-ка, подожди-ка. Стоп. Хозяйство, морозильник. Хранение первого... Та-та-та-та. Вот, смотрите, вот это вот, 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 где это изображено. Это значок, смотрите, вот. Серьезная опасность. Вот нам туда надо идти. Вот, вот. Пацаны, походу нам придется возвращаться, потому что... Надо устранять опасность серьезную. Что делать-то? Восемь шпинелей нам не лишний. Восемь же, да? Вот и как раз-таки нам выход сделали. Ну все, тогда мы сейчас к торговцу, ребят, быстренько сбегаем. Я даже не знаю, ребят. Я не знаю. Ну, естественно, я побегу по локации, чтобы убить. А, подожди-ка. Я сначала вот так вот сделаю. Так, а... Создать. Так, да. Еще раз. Так. Так, создать. Нет. Мне нам нужны синие мешочки. Да. А, так. Что можно создать? Создать. ТМП давай. Бонус сделали. Хорошо. Создать. Вот давай так. И создать. Все, больше ничего не можем. Так, тогда вот так вот делаем. Берем ТМП, перезаряжаемся. Ну ладно. А зачем приходил? Подожди сейчас секунду. Сейчас все, сейчас все будет. Сейчас я все сделаю. А то зачем приходил? Зачем приходил? Тебе это все расскажи, да покажи, торговец. Так, можно было бы полечиться, но... Но и не надо. Пока. Попозже полечусь. Мне бы какого-нибудь халявного окуня, ребят. После такого. Так, вроде все нормально теперь. Теперь у нас все по фуншую тут разложено. В принципе, все прекрасно. Так. Улучшить. Так, мне надо починить. Это первым делом. Так, нож пока... Тоже. Ребят, я что хочу? Еще в прошлой серии у меня была задумка. У меня была задумка, знаете что? Купить на всякий случай ракетицу. Конечно, в равных условиях. Да, 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 да. Я уже ему говорила, в равных условиях. Так, схема тяжелой гранаты. Да хрен знает, надо мне или нет. Ну, давай я куплю. Мы держали это для подходящего клиента. А я не подходящий, типа, клиент. Ты сейчас меня подобосрал, да? А, нет, он наоборот мне сказал, типа, я подходящий. Я подходящий, да? У меня четыре. Я могу купить вот этот золотой жетон. Я не спрашивал тебя это. Я тебя это не спрашивал, дорогой мой торговец. Ага. О, тут же как раз тир. Давайте попытаем, наверное, счастье. Купить. Не-не-не, не будем. Не будем. Я хотела, короче, знаете что сделать? Я хотела купить эти золотые жетоны, но пока все-таки не буду. Не буду. Мало ли, что-то еще хочу. Захочу себе приобрести. Мне не хватит шпинели. Так, ну что, пацаны? Я побегу до этой инкубационной лаборатории. Естественно, за кадром. Вот. Включусь, когда уже добегу. Так, ну что, пацаны? Я прибежала. Там уже они стоят. Бдят. Что это такое? Ну-ка. Давай. Тут я, что ли, не была? Так, пацаны, это что? А-а-а-а-а. Я поняла, что это. Это как раз-таки я тут смотрела, не могла выйти. Вот. Все, теперь я могу выйти. Тут я могу спрятать Эшли. И разбираться с ней беспокойно. Так, дорогая. Прошу. Да, да. Она уже, знаете, такая. Да, 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 да. Не подчиняется полностью. Типа, да, да, да. Если что, можем так легко вернуться. Ну что, пацаны? Сыкотно. Страшно. Я ненавижу этих. Вы сами знаете. Кого? Так, детали. Скат. Начинаем. Там все встали, походу, да? Блин, а что ты не прицепил-то? Прицепи. Детали. Так, ну и что? Блин, эти в колбах. Чего? Сколько у него лас-плагасов? Вы что, блин? Как мне его убивать-то? Подождите, подождите. У меня есть гранаты. Гранаты их не берут, нихрена. А что мне толку эти гранаты? У меня есть ракетница. Пацаны, ну это глупо, мне кажется, с ракетницей его долбануть. Мне кажется, он не умрет. Давайте попробуем. Просто попробуем. Не умер. Все. Походу, все. Не-не-не-не-не-не. Убегаем нахрен. Я убила его, да? Или нет? Пацаны. Сейчас посмотрим, убила я его или нет? Да подождите, злобная псина. Какая нафиг злобная псина? Все. Я убила его, ура. Я убила его, я убила. Я убила. Эшли. Эшли. Убегаем нахрен. Убегаем, пока они не пришли. Быстрее, блин. Я не буду с ними бороться. Я что, дура, что ли, с ними бороться? Нахрен они мне нужны. Так. Куда теперь? Сюда. Эшли, бежим нахрен. Торговец, прикрывай нас. Мы тут жопу полную наделали. Хорошо, что купила ракетницу, пацаны. Значит, ты выполнил просьбу. Спасибо, друг. Да, выполнил. Молодец. Тебе можно довериться. Я рада. Что покупаешь? Блин, а я не могу еще одну ракетницу купить. А-а-а. А, подожди, мне же... Подожди, там из боссов-то... Мне нужна ракетница там на такого с языком. Ну, которая мечта всех женщин. Блин. Что теперь делать, пацаны? Надо копить на ракетницу. А-а-а. Блин. Классно я так... У-у-у-у, пацаны. Короче, ладно, это того стоило. Потому что, ну что, мы бы его со снайперки фигачили, фигачили, ничего бы не вышло. Поэтому все, пацаны. Ладно, я не жалею. Я не жалею. Нельзя жалеть о потраченных средствах. Нельзя. Но я жалею. Иди за мной. Ага. Я думаю, разрабы его проделали. Блин. Страшно теперь. Потому что, в принципе, на Краузера ракетница бесполезна. Это... Это... Его только нож проймет. На сами знаете кого в конце? Ракетницу и так дадут. Она, в принципе, не нужна. Ну, должны дать. А вот на этого языкастого, то должны. Точнее, должны. Должна быть ракетница, ребята. Я хочу ракетницу на него. Я хотела его просто с одного удара замочить. Так. Ну, давайте поедем на лифте. Так, Эшли, заходи быстрее. Так, я тут все уже обыскала. Да. Все. Поехали. Так что, у Эшли тут вместо этого... Понимаешь, по-моему, мы... Мы классная команда. Да? И будем классной семьей? Да? Может, я однажды тоже стану агентом, как ты? Нет. Что скажешь? Будем вместе защищать Америку от всех угроз. Нет, 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 нет. Ну, ну. В любом случае, сначала надо выбраться отсюда. Фу. Зануда. Зануда, душнила. Нет, Эшли, не надо тебе такую работу. Серьезно, как у меня. Не надо, милая, любимая. Не надо. Не надо. Не надо. И Леону бы надо бы работу уже спокойней, наверное. Семейный человек. Так, что тут у нас? Ничего не... А, ящик. Что я говорю? Ничего. Вот ящик. Вот даже второй ящик. Что это у нас? Форох. Патроны. Так, а у меня что в руках-то осталось? Возьми. Блин, эту аду ношу с собой. А что делать-то надо мне? Эшли, прости, я тебе не изменяю. Просто приходится таскать брелок с этой сучкой, потому что с ней что-то там дешевле. Я уже забыла. Что? Ну, что-то дешевле. Перепрыгивай. Давай. Так, патроны. О, шпинель дали. Шпинель, спасибо, отлично. Это я могу открыть? Нет, нельзя. Так, ну что, ладно, Эшли, пошли дальше-то. Что я-то не договорила? Эшли управляла машиной. А тут этого не сделали, вырезали. Что это? Транспортировка янтаря. Хочу подчеркнуть, что при транспортировке янтаря из подземных месторождений необходимо соблюдать предельную осторожность. Проявляйте уважение и покорность. И ни в коем случае не смейте тревожить покой святой плоти. С чего вы решили, что это святая плоть? Я вот этого не понимаю. С чего, блин? С чего вы эту дурость-то придумали? Нахрена? Ой, дверь закрылась. Это, наверное, плохо, да? Так, что-то болтается. Сразу же. Пацаны, я уже чуять начала эти сокровища. Что это? Вот про что говорил Луис. Нельзя ее нюхать. Короче, нельзя ее нюхать. Нельзя. Ни в коем случае не будем ее нюхать. А то вдохнем себе эту вонючую плагу, которая нам нахрен не сдалась. Так, ладно, пацаны. Ладно. Внимательно. Тут еще должны быть какие-то цацки. Так что на машине мы не поедем, Сэшли. Вот. Блин. Я надеюсь... Я вот думаю... О, желтую траву дает. Не краузер или сейчас выпрыгнет, пацаны? Как черт из табархерки, блин. Создать... Ам... 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 Вот это вот. У меня не так много трав, чтобы бороться сейчас с краузером. Я все потратила на этих придурков. Которые хотела и ножом зарезать. И надо было не так. Но я в панике была, пацаны. Паника дело такое. Так, тут ничего нету. О, что это? Отчет о программе размножения. Досточтимый владыка Сэдлер. Спешу сообщить вам прекрасную новость. Мы официально приступили к производству улучшенной разновидности Лосплагас. Если все пойдет по плану, мы уже скоро достигнем нашей заветной цели. Плага поистине изумительный организм. Он способен жить в любом позвоночном животном. Будь то человек, собака или ворона. Подобных ему паразитов на земле нет. Улучшенная разновидность впечатляет еще сильнее. Ведь она ассимилируется в организме носителя. Не повреждая его головной мозг. Никто не сможет противостоять могуществу владыки Сэдлера. Да и кто захочет сопротивляться? Познав абсолютную радость, возникающую после утраты свободной воли. Я живу этому доказательство. Какой же глупой я была раньше. Через несколько дней я завершу вживление плага во всех старших научных сотрудников. И тогда они тоже наконец все поймут. А когда владыка Сэдлер осуществит свой план, это поймет весь мир. Аннабель Гарсия Эскудеро. Ведущий научный сотрудник. Такая же. Епа, нашечка. Дурочка. Ну, короче, не умная баба. Вроде бы научный сотрудник, а на самом деле дура. Подожди, а где это? Я где-то видела, вот она. Да, кристаллическая руда. Кристаллическая руда. Классно, замечательно. Я боюсь, что сейчас краузер выскочит, сука. Реально. Краузер как черт из табакерки, блин. Вот так. Ну, сейчас я подойду к янтарю, посмотрю. Такой краузер скажет, что нравится тебе янтарь, да? А? Вот они. Эти паразиты. Спят. Говнят мой янтарь. Твари. О! Ох ты ж! Ты что-то постарел, Сэдлер? Здравствуйте. О! Ты что себе отрастил? Я Осмунд Сэдлер. Глаз господа нашего. Мне похер, кто ты. Мне нравится ли он? Не дает им поговорить. Почему вы отвергаете тварь? Ну, потому что мы нормальные, а ты дурак. Дитя, отринь свое тело. Подчинись. Подчинись глазу господа. Нет. Нет. Хватит. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нет. 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 Стой. Милое дитя, не противься. Ты он... Пустой! Повезло! Пустой! Пустой! Пустой. Верный послушник дарует тебе твое наказание. Дитя мое, не нужно бояться. Какой ты противный. Дай свое тело и освободись от страха. Да как можно освободиться от страха? На тебя взглянешь, так обосрешься. Ты что себе нарастил-то на башке? Непонятно. Это что такое? Ладно, ты там в этом... В оригинале ты хвост только отрастил. Ну и потом, конечно, тебя распи во все стороны. Ну, сейчас-то ты что с собой сделал? Палка, конечно, прикольная, зачетная. Ничего не скажу. Садлер, блин, себе не знаю. Лорд Тентакли. Ой, ужас, короче, короче. Повезло. Леон родился в рубашке. Видно, не в понедельник его мама родила. Так. Говнюк. Лорд Тентакли. Я поняла, пацаны. У него, короче, уже это... Сами знаете, что, не работает. И он решил вживить себе Тентакли, чтобы что-то работало. Ха. Ладно. Ну, короче, надо его просто подобосрать, понимаете, пацаны? Ну, а как по-другому? О, я чувствую, сейчас будет эта локация с этим монстром, которого я все вам говорила. Говорила, это... Который с языком мечта всех женщин. Сами знаете, почему. Вот. Ой, опасная. Я туда не пойду. А это что такое? О, блин. Да что вы все, блин, тут вот... Че у вас так много-то? Нет, давайте я сначала там пойду. Мне кажется, первая мысля хорошая была. Надо пойти так. Лас-плагас, лас-плагас, лас-плагас. А-та-та-та-та. Мне все равно не подкрадусь. В смысле? Мы только начали, Леон. Кто прет? А-та-та-та-та. Заговношились, да? Вау, как они заговношились. Тихо. А, ты откуда пришел-то? Один есть. Ага, много. Тут должны быть красные бочки, как в оригинале. О! Ты хрена себе, ты мне дал? Подожди. Подожди. Ты зачем так, пацан, поступил-то не по-пацански? Ты че как крыса-то? А где бочки-то? Пацаны, бочки же должны быть. А я бочек не вижу. А где бочки? Должны же быть бочки. Никаких поджиганий. Все, хорошо, молодец. А где мои красные бочки? Я в какой-то веке хотела их попробовать использовать. Ни хрена себе, нет моих красных... Че? Карлик вонючий. Я только думала, где ты? Вот ты где. 12 и 16, осталось 4. Опа, че это? Усиление обороны. Согласно вашему распоряжению, мы приступили к работам на территории острова. Мы установили орудия и другие защитные средства, чтобы отразить любое вторжение извне. Когда мы завершим работу, этот остров превратится в огромную крепость. Это... Эти оборонительные сооружения не рассчитаны на долгосрочную перспективу, но позволят продержаться до завершения нашего плана. После этого мы станем гораздо ближе к нашей главной цели, мировому господству. Никто не устоит перед нашей мощью, Джек Краузер. Ага. 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 Нифига себе, блин, Джек Краузер, блин. О, ты... О, ты какой ты, ой, понтовый-то, блин. Так, тяжелая граната. Специально, чтобы запихать в шопу Краузеру. Сколько он мне нервов еще пожрет, ребят, понимаете? Я уже предвкушаю этот нервный бой. Но я не сыкло, я не боюсь. Я его просто унижу. Так, пороха хорошо нашли в чеплашке. Так, пацаны, значит мы можем тут спуститься и тут в круговую пройти. Так, а где мой бриллиант? И не только. В палатке, что ли? Может быть. Так, песета, это хорошо, песета я люблю. Так, что тут? Во! Да! Что тут у нас? Золотой слиток. Спасибо. Так, мне нужна ракетница, мне срочно нужна ракетница. Патроны, хорошо. Для ТМПхи это всегда хорошо, пацаны. Только ТМПху мы что-то не качаем. Блин, а вот я сейчас не знаю, ракетницу мне купить или ТМПху качнуть. Может, ТМПху надо качнуть. А то что-то, мне кажется, мощности мне не хватает. Так, я там где-то патроны упустила. Ну, сейчас я, сейчас приду, заберу. Давай, давай. Так, все хорошо. Так. Опа, песеты. Так, тут что тут есть? Ничего нету. Бочка зато есть. Давай, ломай. Хорошо. Так, что я тут упустила? Больше ничего. Видимо, все, больше ничего, ребят. Все больше облутало. Так, тут я могла тоже выйти. Либо сверху, либо так, ребят. Но выгоднее, конечно, позиция была сверху. Так как сверху мы хотя бы можем их пострелять спокойненько. И если бы мы пошли бы снизу, нас бы снял лучник. Возможно, пару раз. Поэтому я считаю, что мы все правильно сделали. Все замечательно, короче, сделали мы. Сам себе не похвалишь, никто не похвалит. Так, что тут у нас? Досье. Операция Хавьер. Среди высокопоставленных чиновников США мало кто слышал это название. Информацию об операции не передавали широкой огласке. Ее провели под грифом «Секретно». И тщательно замели следы. Потому что эта операция казалась поясни бесчеловечной. Все началось в 2002 году, когда небольшой отряд американских спецназовцев получил задание тайно проникнуть в один из районов Южной Америки. Бойцы должны были расправиться с наркокартелями. На подготовку этой операции ушло несколько лет. И для участия в ней выбрали самых опытных бойцов спецназа. Я не знаю, завершилась операция успехом или провалом, но мне известна судьба тех элитных бойцов. Оказывается, в итоге весь отряд погиб. За исключением их командира майора, ну, Джека Краузера, естественно. Причем погубили спецназовцев не картели, а американцы. Эвакуировать отряд, попавший в тяжелую ситуацию, не заставляет большого труда. Для этого хватило бы одного вертолета. Но по какой-то причине военные этого не сделали. Одни полагают, что решение стало итогом подковерной борьбы за власть среди высших армейских чинов. Другие утверждают, будто приказ отдал лично экс-президент. И поскольку следы надежно замели, мы вряд ли узнаем правду. Но одно я знаю наверняка. Власти США допустили гибель этих людей. Отважных молодых бойцов, посвятивших себя защите родной страны. Я хочу раскрыть это преступление. Не только потому, что таков мой журналистский долг, но и потому, что чувствовал ответственности перед своими согражданами. Примечание 1. Этот документ посвящен операции Хавьер. Его автор американская журналистка. Примечание 2. Этот материал не будет опубликован. Сы, уже разобрались. Вот как-то так. Это их жетоны. Это вот эти вот жетоны. У военных есть. Там пишется... Я точно, ребят, не знаю. По-моему, имя, фамилия и дата мужа рождения. Кто знает точно, напишите, пожалуйста. А то я сейчас навру. Вот. Фотография Леона. Я жду. Ты-то что, ко мне присрался-то? Я не понимаю. Чего ты меня ждешь? Это я, что ли, экс-президент тебя отправил там в эту жопу мира? Это я не понимаю. Чего он меня ждет-то? Я не понимаю. Что, блин, я ему сделал? Что ему, в кофе, что ли, насрал? Почему я-то? Почему Леон? Джекс, у тебя что, блин? Я не знаю, что у тебя протекло-то? Ты как... Знаешь, ты как баба, которая... У которой плохое настроение. И она такая, знаешь, лишь бы на ком-то сорваться. Лишь бы вот... Почему, блин, он меня ждет? Вот что, блин, не так, блин. О. Ты хорош раз добрался сюда, салага. Я подготовил поле боя для таких солдат, как мы с тобой. Да ты дебила, кусок. Это место. Мы-то за сотни лет кровью множество поколений. А тебе прям нравится. Это реально подходит для того, чтобы покончить с тем, что началось два года назад. А что? Я не понимаю тебя. Что ты ко мне присрался-то, черт? Чертаган, ты что ко мне присрался-то? Ты что, блин? У тебя мечты начались, Краузер. Не знаю, ты начал в бабу превращаться, что начал каждый месяц кровью стекать. Молодец. Достиг. Если ты еще родишь ребенка, Краузер, ты получишь там миллион долларов. Вроде говорили, что если какой-то мужик сможет родить ребенка, ему дадут денег. Краузер, у тебя все впереди. Похищение Эшли Грэм. Первый этап. Покидаем тут городок вместе с целью. Ведем цель, как обычно, до начала второго этапа. В машине должны находиться еще три человека, включая Бейкера. Группа Эйбла будет следовать за нами в другой машине. Продолжаем следовать обычным маршрутам. Второй этап. Останавливаем машину под предлогом неполадок с двигателем. Пересаживаем цель в машину группы Эйбла. Третий этап. Машина Эйбла меняет курс. Усмеряем и связываем цель. Помещаем цель в большой контейнер. Четвертый этап. Группа Бейкера выполняет отвлекающий маневр. Группа Генри проникает в базу данных следствия. И выводит из строя их сеть. Пятый этап. Встречаемся в точке К9 и переносим груз на корабль. Смотрите, он еще и бухает. Краузер бухает и курит. Я не знаю. Ребят, вот сейчас сами возьмите и почмырите Краузера в комментариях. Как хотите, так и почмырите. Потому что он, ну вообще, ну, просто охренел, понимаете? Он берега попутал. Серьезно. Кстати, мне бы еще одну желтую траву, у меня будет полное здоровье. Может быть, у торговца я ее и куплю. Ха. А может нет? Ну, что, блин, ты там придумал, блин? Давай, Краузер. Что, засал, что ли? Я бы у торговца бы... Лучше бы оружие бы сделала, конечно. Получше бы, чтобы было. Все равно мне, кроме ножа, ни хрена не надо с Краузером, ребят. Потому что он... Ну, его только нож пронимает. Больше ничего. И эту фишку оставили, походу. Кровью бойцов. Смотрите, как он нам кровью насрал, милый. Он, наверное, думал, что это пафосно, ребят. Круто. Просто, смотрите, какая идеальная дорожка. Насрота кровью. Краузер, ты просто, знаешь... Ну. Что ты написал там? Ворона, дай лута. Лута дай. Не даст. Лол. Ну... Короче, херню какую-то написал. Типа, спасибо, блин. Покакал кровью Краузера. Не знаю. Сожрал, езжай. И... О! Ладно, все, хватит. Сейчас я что-нибудь куплю у торговца. Блин, ракетиться не хватает. Ну, у меня есть золотой... Вот это вот. Во-первых, вот это. Золотой слиток. Хорошо. Так, а может быть, мне на ракетницу хватит, пацаны, кстати, говорят. Как раз-таки, может быть, на ракетницу хватит. Может быть, кто-то сейчас в комментариях сидит и орет. Тамара, не покупай ракетницу! Не смей! Но я хочу купить ракетницу. Очень хочу. Очень надобно. Так, все. Так, ну-ка, подожди-ка. Или я хочу качать ТМП, давай. О, ладно. Вот это чуть-чуть. Вот это давай еще чуть-чуть. Все, и, короче, боезапас можно увеличить, и все. Боезапас, перезарядка. Давай быстрее, чтобы она была. Угу. Ладно, пофигу. Не будет у нас с вами ракетницы, пацаны. Не будет, ладно. Не будет. Ну, а что, ребят? Не будет ракетницы и не будет. Ну и... Ну и все тут. Ну что, ребята? В следующий раз пойдем к Раузеру знакомиться. Потому что... Сами знаете, с ним бой затянется. Это надолго. И лучше набраться сил. И в следующий раз, как следует... Краузера за все его... Прегрешения. Вот за Луиса. За похищение Эшли. За то, что, блин... Что-то меня ждет. Я не понимаю. Я-то что ли экс-президент? Я что ли ему в кофе насрал? Почему? Почему он ведет себя, как истеричная баба, которая, блин, в голову взбрело, что я во всем виновата и должна отвечать за все вот это вот. Придурок, короче. Он... Что с дебилами разбираться-то, пацаны? Вот с ними надо только прям... Просто убрать и все. Хоп. Ему по яйцам отстрелить. Ему яичишки и все. Так, я подчиню броник в следующий... В следующий раз. И, может быть, что-то накрафчу. Я не знаю, что. Но, в принципе, на Краузера спрей и вот эти травы должно хватить. Ну и нож у меня целый. Если что, у меня даже целых три ножа. Один ему в глаз, второй в глаз, а этот в жопу. Вот так вот. Ну что, ребят? Встретимся в следующей серии. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем хорошего настроения и хорошего дня. Всем пока, ребят. Продолжение следует...